Лев Николаевич Толстой занимает немаловажное место в истории Казанского федерального университета, ярко отразив период студенчества в своем творчестве. Институт филологии и межкультурной коммуникации проводит уже седьмую всероссийскую научную конференцию конкурс учащихся имени Льва Толстого. В программу вошли торжественные открытия мероприятий «Секционная часть», где ребята из российских школ выступили с защитой своих докладов, посвященных произведениям великого русского классика. Учащиеся общеобразовательные организации интересуются нашим мероприятием, они активно участвуют. Как вы знаете, всего было подано около 500 работ. Нам кажется, что этот интерес, он связан, конечно же, с именем Льва Толстого. Вопросы, которые поднимал Толстой в своих произведениях, они напрямую связаны с общечеловеческими ценностями. И сегодня те проблемы, которые поднимал, рассуждал Толстой, они тоже актуальны. С торжественной речью выступил директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радив Замаледдинов. Он выразил особую благодарность учителям, которые прививают молодежи ценность наследия великих литературных классиков, в особенности Льва Толстого. Он также отметил, что подобные конференции приурочены к году педагога и наставника. В конкурсной программе со своими работами в этом году выступили более 50 школьников. Темы докладов интересны и разнообразны, ведь участники задействовали все свои творческие способности и знания литературы, которые они получили в школе. Моя тема – это кулинарный антураж в произведениях Александра Сергеевича Пушкина. То есть, это кулинарное окружение Александра Сергеевича Пушкина и как отражаются его гастрономические пристрастия в его произведениях. Это очень интересная тема. Партнером седьмой Всероссийской научной конференции конкурса учащихся имени Льва Толстого выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. На секционных заседаниях конференций конкурса по 13 различным направлениям заслушали более 300 лучших работ учащихся с 8 по 11 класс общеобразовательных организаций, студентов учреждений среднего профессионального образования, прошедших на заключительный тур. Сам конкурс проводится с целью поддержки одаренных учащихся, повышение уровня их областей коммуникативной и исследовательской компетенции. Валерия Карташова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.